Доброго времени суток, дамы и господа! И мне бы также хотелось попасть в какие-то новые районы, где нас будет ожидать большее количество ресурсов. Пока что непонятно, пойду ли я до восклицательного знака, но мы сейчас какое-то решение примем. Главное правильно провести этот день. Поехали! Ну в целом все вообще хорошо. Да, то есть смотрите, вроде есть и стрелы и все такое. Да, есть один раненый подлечивается, завтра, я так понимаю, на нас уже будет нападать. Они хотят есть и хотят пить, то есть ресурсов пока этих не хватает в данный момент. Ну на самом деле у меня тоже не так много воды и еды, я конечно мог бы им это отдать. Я просто не вижу смысла сейчас, потому что все равно этого недостаточно и нам нужно чуть больше. Этим мы как раз сегодня займемся, у нас появился уже улучшенный костер. Давайте ставить на самую маленькую скорость. Вот этот господин пойдет у нас, соберет кстати первую воду, что достаточно приятно. А вот этому господину мы скажем, дружище, давай что-нибудь приготовим. Смотрите, здесь можно ингредиенты выбирать. И мне кажется, я бы хотел бы овощи выбрать, видите, они уже пованивают и они могут испортиться. Я вижу, что досок не хватает. Короче, нужно много всего. Четыре воды у нас есть. Давайте мы тогда немножко бревен нарубим. Я думаю, что это отличная будет идея, ибо их действительно маловато. Можно прям вот так вот двадцаточку сделать. Они постоянно нужны здесь и там, поэтому можно не стесняться. Ну не быстрый это процесс, конечно, но тем не менее лучше помедленнее все, чтобы происходило. И мы не тупили. Вот этого господина нужно отправлять спать. И нам, наверное, нужна либо лопата, либо факел. Я даже не знаю, что лучше в данной ситуации. А можно карту сейчас посмотреть? Блин, а сейчас карту смотреть нельзя, да, я так понимаю? Это что у нас? Сводка экономики. Не очень понимаю, что такое за сводка. Но вот здесь нам подсказывают, что из чего делается. Что нужно при изготовлении или как это понять? Пассивное создание. Кстати, я не видел вот этой штуки. Прикольно, прикольно. Ну ладно, держите в курсе, как говорится. Это все интересно, но нам это сейчас не нужно. Нужно будет понять, в какую сторону лучше пойти. Все-таки попробовать туда с факелом, где ходит достаточно много людей. Либо попробовать в другом направлении двинуться. Немного воды готова к сбору. Это тоже замечательно. Так, дружище. Давай соберем с тобой вот это вот, потому что курицы что-то там снесли. Пойдем, наверное... А я не знаю, куда мы пойдем. Мы сейчас пойдем, наверное, посмотрим, что нужно для оружейной мастерской. Потому что тема нормальная. И в целом я уверен, что нам она пригодится. Но мне кажется, нам досок не хватает, да, или что-то такого. Мы смотрели в прошлый раз, оружейную мастерскую надо где-то здесь располагать. И, возможно, делать дополнительные сборщики воды. Потому что, ну, понятно, что сейчас там вода как бы есть. Тебе, кстати, надо покушать сразу же, дружище. Давай смотреть. Значит, сборщик воды, понятно. Грядка, интересно, но стоит два набора инструментов. Это мы построили. Ну да, здесь нужны доски в большом количестве. В целом можем себе это позволить. Сейчас этого накормим, напоим. Давай, дружище, иди сюда. Ты пока спать у нас не идешь. Я думаю, в середине дня отправишься. Ты давай лучше тогда нам напилишь еще досок. Сколько у нас древесины? Тринадцать. Ну, давай, давай, попробуем двенадцать напилить. Лишним не будет. Как раз тебя полдня, я надеюсь, на это уйдет. Потом ты немножко поспишь, и мы тебя куда-нибудь отправим. Надо еще бастион накормить, напоить. Тоже тема такая, на самом деле. Может быть, воду приготовить сейчас. Либо еще еду. Сейчас посмотрим. Ну, дрова мы напилили, поэтому мы знаем точно, что они есть. Не, бежим вот сюда. Это в приоритете запустить. А что я здесь сделал? Два котелка, да, по-моему. А два котелка мне нужно будет куда? Да, здесь два котелка, здесь не котелки, здесь тоже два котелка. Ну, хорошо, они нам нужны. В любом случае мы это понимаем. Мы можем сделать кирпичи и усилить таким образом защиту нашего бастиона, да? Интересный раскладец, но мы не успеем это передать. В любом случае. Можем это использовать в дальнейшем. Ну, также мы можем подготовить вот это, но нам это не нужно для стрел. В принципе, темка интересная. Давайте сделаем четыре кирпича, потому что сейчас на нас нападут, и в следующий день мы, соответственно, сможем этим делом все усилить. Так, это мы поняли про улучшение. Ну, что будем делать? Лопату тогда, получается. Попробуем с рынка пойти в другую сторону, потому что снизу там как бы очень жестко ходит народ. Я не знаю, может быть и не надо. Может быть, все-таки факел сделать, попробовать туда пройти. Ну, давайте делать факел. Так, смотрим, это сделали. Успеваем ли мы по воде что-то с тобой придумать? И нам нужно будет обязательно отправить провизию. Кстати, вот это тоже можно. У тебя, в общем, есть чем заняться. Давай тогда вот это создаем. Еда нам нужна по-любому, потому что там портятся эти овощи. Не хочу их потерять. Так, повязок не очень много, если потом лечить бастион. Есть ткань, есть волокно. Кстати, волокна не очень много. Вот здесь у нас, да, волокно делается? Это хорошо, что я заранее подготовился. Волокна уходит нормальное количество. Мне кажется, что нужно делать еще сушилку, возможно, и туда заряжать еще немножечко травы, для того, чтобы у нас было больше волокна. Так, друг мой любезный, ну давай я тебя, наверное, ускоряю уже сейчас. Ты создаешь нам последние доски и идешь спать. А вот по пути вот это только собери еще. Ой, ты что-то какой-то очень медленный. Не, иди спать, иначе ты так никогда не выспишься. Будешь завтра тупить. А нам нельзя, чтобы ты тупил. Так, а ты, дружище, у нас... Да иди ты нахрен сюда. Я тыкнул вот в этого кореша. Ты, дружище, у нас приготовил, да? Вот, и здесь как раз готово. Давай вот это соберем. Ты напоен, накормлено. Тебе что-то надо? Ну, у тебя желтое пока, поэтому терпимо. Слушайте, ну, десяточку. Давайте, да пожалуйста, можно мне каким-то образом сделать так, чтобы я не промахивался. Давайте вот это вот еще закажем. Я вам десять заказывал. Ну, десять это нормально. Пять травы. Ну, трава теперь нам еще и в приготовлении еды нужна, как видим. Теперь мы этого не знали, но с улучшенным костром мы познали все радости. Ждем еще вот отсюда чего-то. Непонятно чего пока, но, надеюсь, все-таки мясо действительно и нас не обманули. Будем, наверное, сейчас с водой что-то баловаться или попробовать отправить тогда. Давай попробуем отправить. Значит, раз, два, три. Три единицы им как бы достаточно. Раз, два, три тоже отправим. Нормальная тема. Сбегай быстренько и отнеси. Ну, и все-таки воды, наверное, переплавим, да, так сказать, в каком-то смысле. Блин, очень много на это бревен уходит. Но вода нам нужна. Ну, давай, ладно. Вроде там еще есть бревна, ну, я имею в виду дрова. А бревна еще есть, дров нарубим. Я думаю, что найдем чего-то. По карте посмотрим все-таки, куда двигаться дальше. Но надо как-то добраться до этих восклицательных знаков. Я как бы рассчитываю, в принципе, на то, что мы найдем с вами кого-то. Если мы находим еще персонажей, это означает, что у нас будет возможность кого-то отправлять на разведку. Кто-то будет спать, кто-то будет мародерить. Ну, и, соответственно, потом как-то там менять, для того, чтобы они могли отдохнуть и не сходили с ума от усталости. Слушай, а ты еще что-то успеваешь сделать? Ну-ка, давай. Давай, тогда мы тебя ускорим уже. Что тут томить? Ты пойдешь у нас спать сегодня ночью, поэтому все нормально. Ты выспишься и будешь бодр. Ну, восемь осталось. Давай, двенадцать еще сделаем из трех. Пускай будет. Дрова лишними точно не будут. Пригодится. Может быть, сделать еще каких-то повязок на то, чтобы вылечить господинов после битвы. Ну, вроде вот дождь идет, а где нахрен сборка? Можно, конечно, вот это было бы сделать, но это достаточно дорогое удовольствие, если так по-хорошему. Настала ночь, мы как раз доделали то, что хотели. Мародерствовать в город идет господин, спать на кровати остается вот этот дядька. Но он что-то все грустит. Что вы грустите, ребята? Не все так плохо. Я тоже грустил в прошлой серии. Сейчас вроде как бы чувствую себя уверенно. Значит, давайте смотреть. У нас есть проход вот здесь вниз, и мы оказываемся очень близки вот к этому. И это как бы уже район гавани. Ремесленный район. Много. Древесные ресурсы, строительные материалы, текстиль, травы, вода и еда. Вам не кажется, что это очень неплохое местечко, да? Но мы еще не до конца рынок изучили. То есть, может быть, нам пойти посмотреть, как найти проход вот сюда, добраться вот сюда и открыть его для себя, да? То есть, это будет намного проще. Либо все-таки бахать вот сюда. Давайте так. Мы сегодня уже с факелом знаем, что тут есть, где его применить. Пойдем в эту сторону. Следующую ночь мы делаем лопату и идем через рынок, пытаясь прокопаться, соответственно, в ремесленный район. Все, я думаю, что решено. Отправляемся. В прошлый раз мы чуть не попались. Ну, относительно. Меня там просто заметили, как бы без приключений. Тем не менее, надо быть аккуратнее. Надо не торопиться и принимать какие-то правильные решения. Вон, я вижу дядю. Я вижу дядю, и это мне не нравится. Дядя идет сюда. То есть, скорее всего, мне нужно вот сюда вот сесть и немножечко переждать. Вот этот труп я не вижу смысла сжигать совершенно, потому что он мне не мешает. Но дядьку придется пропустить. Вроде уходит. Поехали потихонечку, только не бегом. Главное, вот здесь попробуем обойти. Здесь мы помним, да, вот этот стоит, мы его видели. А что мы здесь еще видели? А вот здесь мы больше ничего не видели. Вот это я не лутал, да, вроде. Вообще даже не пытался разгрести, чтобы посмотреть, что там находится. Поэтому мы сейчас этим займемся. Ну, кстати, он не достает. Я что-то даже на это не посмотрел. Достаточно опрометчивый поступок, но вроде все нормально. Что у нас здесь? Здесь три бревна. Бревно нам нравится. Нам нужно как-то аккуратненько теперь пройти вот туда. А вот здесь нельзя пройти сзади, да? Сзади пройти нельзя. И мы где, получается, по карте? Ну, мы вот. Непонятно, мне нужно сзади обходить и вот сюда попадать. Или каким образом я все-таки туда попадаю? Ну-ка, давай спрячемся, посмотрим на обстановочку. Или пойдем сразу. А то время потеряем. Слушайте, наверное, пойдем. Здесь дядьки были, я точно помню. Но где они, я не знаю. Вот труп, вот здесь что-то есть. Так, дядек нет никаких? Кто-то желает выйти на честный бой? Во, смотри, вот это вовремя. А если я пойду наверх и посмотрю, что там мне потом не будет, где там спрятаться? Или я просто там застряну и как бы на этом игра закончится? Ну, давайте сейчас подождем. Он будет проходить. Я не знаю, как бы, что делать. Бежать ли наверх или это самоубийство, пока не очень понятно. Ладно, наверх не пойду пока. Что-то мне стрёмно. Я хочу вот это вот сжечь все-таки. И надеюсь, что я смогу потом пройти туда. И когда он пойдет обратно, тоже не совсем понятно. Мне нужно будет увидеть и свалить. Потому что здесь я просто-напросто не прячусь. Это там забор высокий, все нормально. А тут хрена поймешь, что. Давай, дружище, немножечко пошустрее. Я слежу пока за врагами. Я, походу, здесь какие-то развалины разбираю. И можно будет туда зайти. Я надеюсь спрятаться. Вот, это мне нравится. Давай вот это разберем. Вот, и здесь есть какой-то проход. Вот это мне нравится. Давай смотреть. Наверное, не зря я сжег все-таки этот труп. И теперь мы здесь что-нибудь с вами... Вот, вот это хорошо. Вы проходите мимо руин дома, где когда-то жил богатый купец. Внезапно вы слышите самотоху внутри. Крики нескольких мужчин, говорящих на языке, которого вы не понимаете. И кричащую женщину. Может быть, это эсмиры? Заглянуть внутрь, конечно же. Под полуразрушенной стеной вы видите двух эсмиров. Третий приближается к напуганной женщине. И жестоко бросает ее на землю. Через мгновение в руке женщине появляется нож. И она разрезает живот нападавшего. Но он нападает... Он падает прямо на нее. И делая ее беззащитной. Остальные уже в гневе бросаются на нее. Вы должны ей помочь. Толкнуть на них остатки стены. Либо атаковать их сзади. Ну, я не знаю. Давайте попробуем толкнуть. Только так вы оба сможете выбраться живыми. Вы и женщина. Разъяренные эсмиры подходят к своей жертве. Она отталкивает назад после шумного удара. В это время вы делаете несколько шагов назад и разбегаетесь на поврежденную стену, ударя ее плечом. Груды обломков хоронят врагов заживо. Когда пыль осела, вы видите широко открытые глаза женщины, смотрящие на вас с трепетом. Она пригодится в замке. Она должна уйти как можно дальше. Блин, слушайте, это тот самый случай, когда у нас есть помощник. Давайте попробуем взять. Ты хорошо владеешь клинком. Делаете вы комплимент. Добавляю, что кто-то вроде нее пригодится в замке. Она зловеще улыбается, указывая на другое тело поблизости. Шанс отомстить за моего мужа и за все, что сделали эсмиры, больше мне и не надо. Меня зовут Ирина. Веди. Слушайте, таким образом мы получаем первого союзника, я так понимаю. И это охренительно. Но теперь мы понимаем, что нам нужно еще еды больше, да? Не только гарнизон прокормить, но еще и нас. Игра подсказывает, что пора бы как бы текать. Да, на самом деле лут не богатый, но мы теперь прошли вот сюда. Я попробую еще залутать вот эту историю и буду валить. Да свалить бы еще тут, там дядька ходит страшный. Блин, не-не-не-не-не, погоди, ты уходишь или что? Давай быстрее, потому что уже светает и я хочу домой. Ну прям вот так до светла мы еще не тусили. За мной, кстати, побежал охранник, чтобы вы понимали. Я надеюсь, что я свалю, потому что что-то он какой-то очень агрессивный и прям хочет меня догнать. Это из-за того, что так светло он меня видит или что происходит? Я на самом деле не понял, но я надеюсь, что я сваливаю, конечно, из этого всего. И в следующий раз как бы хотелось бы вот там залутаться, но очень много времени на прятки тратится, поэтому я пока не очень понимаю, что нужно делать, идти ли нам все-таки через рынок с лопатой. Вражеский штурм приближается, мы должны готовиться к худшему. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну здесь понятно, как всегда, покорми нас, напои нас и так далее, но вот воды я нашел. А с хрена ли у вас опять нужно вот этого? 41 на 35, это мне нравится. Это мне нравится. На, забери только все, успокойся нахрен. Забирайте вот это к чертовой матери. Давайте посмотрим, что барышня может. Она хороша в торговле и она хороша в сражении. При этом у нее очень маленькая вместимость рюкзака. Слушайте, это круто. Я просто не знаю, после сражения остаются ли те дядьки или они исчезают? Давай вот это соберем. Что здесь нам говорят? Часть вашей еды сгнила. Прекрасные новости. Новый человек, вода. Погоди, давай-ка скорость вот так. Начинаем что-то делать, потому что нам нужно работать. Кто-то что-то пилит, кто-то что-то доставляет. Нужно не тупить. Я бы порегомендовал тебе, мужчина, побыстрее ходить, потому что ну ты совсем что-ли дурачок? Куда ты там еле ходишь-то? Давай, иди. Нет, давай, раз ты здесь, ты тоже еле ходишь, иди сюда. Сейчас вас кормить надо, поить. Вы меня достали. Короче, барышня делает дрова. Видите, уже попроще. Вообще, нам не помешала бы еще кровать. Сами понимаете, да, почему? Потому что нас двое. Хотя кто-то будет разведывать, кто-то будет делать что-то еще. Давай закажем три слитка, пускай они будут. Я уверен, что они пригодятся. Возможно, сегодня мы с вами все-таки построим мастерскую, когда вот этот господин чуть побыстрее начнет ходить. Едем дальше. Сюда, к костру. Ты у нас пьешь, и я надеюсь, будешь чуть пошустрее ходить. Ты у нас продолжаешь тогда заниматься делом. Смотрите, 26 бревен сделал. Давайте досок сделаем побольше. Тоже 12. Эти ресурсы всегда нужны, так или иначе. Мы только иногда тратим время на то, чтобы их приготовить. Сейчас мы подготовимся к этому изначально. Я думаю, что все будет хорошо. Были ли штурм сегодня или нет, я пока не очень понимаю. Что хотите здесь? Хотите либо мясо, либо мясо, да? Понял вас, понял. Почему вот так это работает? А если я хочу с яйцом и с овощами, а не с мясом, то как быть-то? Готовить тогда вот такую еду. Но, в принципе, вариантов немного. Одна вода, и началась осада. Слушайте, ну это на самом деле печально. Я вот этого господина сейчас уведу отсюда. Мы видим, что туда падает камень. Он вроде никуда не попадает. Давайте смотреть, что будет дальше. В любом случае мы побеждаем. Это 100 пудово. Я здесь уже не парюсь. Но, тем не менее. Ох ты, нихрена себе! Сожгите трупы. Это срочно. Это срочно нужно делать. Получается, факел, да? Это так выходит. Я что-то такого еще не видел. Но мы сейчас быстренько сожжем. Еще сюда что-то прилетает. Вроде пока что не в наше строение. Это радует. Это очень радует. И мы пока что держимся. Ну понятно, что будут ранить. Опять трупы. То есть факел нужен еще один. Я тебя понял. Давай еще один создаем. Здесь у нас заготовка есть. Можно ли пойти сейчас их сжигать? Да, в принципе, можно. Давай-ка мы тебя, барышня, займем вот этим. Сходи там. Ты что-то нам приготовила уже здесь. Конечно, лишние факела на это тратить не очень хотелось бы. Но в любом случае вариантов нет. Красотища! Все заняты делом. Давай сразу бинтов подготовим. Я уверен, они нам понадобятся. Я в этом не сомневаюсь. В принципе, трава заканчивается. Надо думать про грядки. Надо думать про грядки. Сейчас этим займемся. Сюда что-то падает. Вроде не на наше строение. Факел. Все. Пожалуйста, идем сюда. Сжигаем. Этот готовит. Этот занят. Сейчас, короче, закончится штурм. Блин, а это получается еще один, черт возьми, факел. Ну, е-мое. Смотрите, стало 36 на 28. Что-то там явно происходит нехорошее. Мне это не очень нравится. Так, ладно, я сейчас откажусь, наверное, после одного бинта от производства бинтов. И пойду, может быть, что-нибудь построю, да? Почему бы нет? Давай попробуем. Побежали. Ты еще бодрая пока что у нас. Более-менее. Солдатам нечего есть. Слушайте, солдатам нечего есть. Я понимаю, кому сейчас легко. С другой стороны, я могу вот это построить, да? Лук, топор, комбинезон. Но нет, у нас нет еды. Ни хрена себе грядка. Но у нас нет еды. Нам нужно делать что-то по поводу еды. Это обязательно. Я сейчас не вижу смысла себе в этом отказывать. Будем делать дополнительные наборы с инструментами. Так, пожалуйста, кто-нибудь. Кто-нибудь. Ну, давай потом доделаем. Ладно, мы делаем еще один факел. Я так понимаю, что будет какая-то болезнь, если вовремя не сжечь. А нам этого бы не хотелось. Мне кажется, или штурм какой-то долгий. Или что вообще нахрен происходит? Давайте, вот ты факел сделал, все, пошел сразу сжег. Никаких болезней в замке нам не надо. Кто у нас спать идет? Ты идешь. Ну, а что? Да, наверное. Получается так. Получается, что идет. Я не вижу каких-то других вариантов. Так, что здесь можно делать? Вот, вот. Вот, смотрите, грязная вода нужна. А что вы мне раньше-то не сказали? Я тогда отменю вот это. Нет, куда ты пошла-то? Давай сюда, обратно. И мы здесь с вами делаем либо траву, либо, соответственно, овощи. Давайте здесь посадим траву. Короче, походу мне еще одна грядка нужна. Ну-ка, дружище. А, погодите, надо отдохнуть. Ты у нас еще будешь лутаться. И нам нужна каким-то образом лопата. Битва продолжается. Креп стоят по колено в крови врагов, пытающихся пробить стены. То есть это еще далеко не конец. Это мы посадили. Давай попробуем сделать лопату. Лопату готовлю. И этого пою, этого кормлю. Потому что он уже прям сильно хочет все. Пожалуйста, держи, дружище, ни в чем себе не отказывай. Здесь мы так никакого мяса нахрен не получили. Но я думаю, получим и приготовим с вами что-нибудь интересное. Так, доски. Вижу 26. Не вижу наборов для того, чтобы изготовить еще одну. Ну, вы поняли, короче. Че, давай беги сюда, посмотрим здесь. Короче, очень много дел. Ну, вот третий чувак сейчас вообще очень в тему получается. Да, конечно, продолжается осада. Я не знаю просто, есть ли смысл сейчас нам что-то давать. Не, погоди, это не здесь делается. Это делается, да гребанное все. Это делается вот здесь, да, получается так. Да, и у нас не очень много остается волокна. Это на самом деле уже печалит, потому что волокно много куда уходит. Ну-ка, зато у меня есть бревна, и я выращиваю траву, да. Получается, мы делаем еще сушилку. Еще одну сушилку, да, например. Ну, где-то здесь пускай будет. Могу сюда куда-то. Куда могу вообще? Ну-ка, если покрутить. Ну, могу вот сюда, например. Давай ее построим, закинем туда еще травы. Нам нужно волокно, поэтому не будем стесняться. Тут вообще написано, что наши солдаты хорошо снабжены, они отстаивают позиции без потерь. Поэтому можно, в принципе, быть довольным тем, что происходит. Ну, можно как бы уже закончить, может быть, это. 29 на 17. Отремонтируйте снаряжение, чтобы помочь солдатам. Вы хотите прямо сейчас, чтобы я это сделал? А я такую возможность-то имею. Не хотите вы мне сказать... Подсказать, так сказать. Слушайте, ну давайте попробуем. Блин, а кто мне поможет? Нет, ты, дружище, давай вот сюда идешь. А вот ты, дружище, сейчас попробуешь солдатам помочь. Давай, отказываемся от этого. Я поспать, походу, не успеваю. Не знаю, я успею ли я сделать эти три топора. В принципе, времени достаточно для этого. Давай попробуем. Ну, вот такой вот раскладик. Стрелы в минус. Есть потери эти. Камень нужен. Где его брать, не знаю. Топор, кирпичи. Нас закидали свиньями. Ноль убито, ноль ранено. Пять стен повреждено. Ну, это тот самый случай, когда мы не зря подготовились. Да, мы видим стрелы. Вот, держите стрелы. Вот, держите вам пока что один этот. Ну, это я вам потом отдам тогда, если не хотите. Вот, держите вот так. Вот, смотрите, сколько вам. Вот, вот, сразу 29 к 8. Вот это я понимаю. Вот это нормальная тема. Это мы вам отправим чуть позже. Пока что вам не горит, потому что в любом случае осада окончена. Не успевает поспать нормальная дядя. И вот это уже не очень хорошо. Кто-то из вас будет тоже на земле сегодня спать, поэтому не обессудьте. Короче, ладно, топоры топорами. Иди вот сюда. Все, чтобы было у нас нормально. Отправим это уже. Вот это надо бы запустить. Я надеюсь, что я успею сегодня. Скорость можно побольше сделать. Нас ожидает еще один день лута через рынок. Я в этом не сомневаюсь. Я пойду именно через него, потому что мы нашли, в принципе, человека. И понимаем, что это классно, здорово и круто. Что, еще кирпичей сделать, может быть? Ну-ка, подожди. Сколько здесь максимум? Максимум 10. Могу 3 кирпича еще сделать. А 3 не делается. Да, я правильно понимаю? Да, делается 4. Пускай будет 4, ладно, в любом случае мы можем максимум туда бахнуть. И у нас тут очень много работ запущено. Давай хоть что-нибудь попробуем закончить. Ой, ну что же у нас, настала ночь. Мародерствовать пойдет дядя, который больше всего вмещает. Да, ну тут вообще 6. Это нереально. Это нереально. Поэтому спать на кровати. Легкая рана затягивается. Усталость затягивается. Да, здесь, конечно, до сих пор дядька болеет. Надеюсь, с ним ничего не случится. Нам нужна ли разведка? У нас нет информации. Может быть, тогда разведать вот так вот. А ты спать на кровати сегодня будешь. А завтра поменяемся. Да, и кровать тогда одна будет. Все, разведать позиции врага. А что у тебя там было? Сражение плюс торговля. Ну, вместимость и хренты с ней. Я думаю, что разведать нам не помешает позиции врага. В любом случае, соглашаемся на это. И нам теперь нужно выработать план. То есть, мы спускаемся вот сюда. Идем вдоль домов. И нам нужно попасть в ремесленный район вот этот. Соответственно, нам нужно будет куда-то вот сюда прокопаться, если это получается у нас. И, погоди. А где у меня торговка-то была? Я не помню. Она была где-то вот здесь. Брать ли вот это сейчас? Нет, наверное, не буду. Сделаю все-таки акцент на том, что мы что-то с вами интересненькое найдем. Давайте попробуем. Все пока что выглядит достаточно интересно. Мне, по крайней мере, нравится. Вроде не все так плохо. Мастерской, конечно, не появилось. А, блин. Он теперь не бегает из-за того, что у него типа усталость. Вот это грустно. Как назло, здесь надо труп сжигать, а не копать лопатой. Но неужели нигде не надо прокопать, чтобы туда попасть? Расскажите мне, пожалуйста, что это не так. И здесь труп лежит. Да вы что, прикалываетесь? О, нет-нет-нет. Я надеюсь, что сейчас мы не слоим как бы с вами вот этого дядьку. Потому что это будет максимально грустно. А я бегать еще не могу. О, это забей. Ну что я могу сказать? Это будет достаточно грустная ночь в плане лута. Потому что я ничего не могу сделать толком. Я не могу бежать. И, конечно, этот вопрос я совершенно не продумал. Я, если честно, даже не знал, что когда он хочет спать, он не может, соответственно, бегать быстро. И это очень плохо. И каким образом мне еще получить грязную воду, кроме как найти ее где-то в городе, я пока не очень понимаю. Я имею в виду, она нужна для грядок. А как бы у нас не очень много грязной воды-то осталось. Я ее потратил для того, чтобы превратить в чистую. Но надо, походу, больше водосборников делать, больше улучшений делать для этих водосборников. И тогда у нас что-то с вами получится. Ну, короче, все очень плохо. Я вам так по секрету рассказываю. У меня до сих пор здесь горит какой-то восклицательный знак. Что это такое? Событие в городе. А почему я не вижу этого события? Или я просто не дошел до него за все это время? Может быть, надо было вот сюда подвинуться? Ну, давай посмотрим. Вот сюда пройдем, например. И, может быть, что-то новое узнаю. Реально? Серьезно? Я все это время ходил рядом и ничего не обращал на это внимания? Сторожевой пост. Кажется заброшенным. Не слышно ни звука, а окна беспросветно темны. Неужели уже слишком поздно? Или, может быть, солдаты все еще там и прячутся в тени, ожидая помощи? Давай осмотрим. Вход заблокирован. Дверь сломана и оторвана от петель. Была намеренно забита огромной грудой сломанной мебели. Расчистка пути займет много времени, а вам определенно понадобится лопата. Ох ты, нихрена себе. Давай расчистим. После долгих усилий и времени путь открыт. Хотя ваша лопата согнута и непригодна для дальнейшего использования. Некоторые боковые коридоры помещения все еще заблокированы, но у вас нет времени, чтобы их расчистить. Тем не менее, лестница, ведущая на крышу, открыта и доступна. Идем. И здесь мы кого-то встречаем. Плюс есть какой-то лут. Интересный раскладец. Давайте посмотрим, кто нас здесь ожидает. Потому что в любом случае это хорошо. Ох ты, ох ты, ох ты сюда. Ну давай, дядя. Давай, дядя, рассказывай. Вас окружают мертвые минландские солдаты и разрушенная мебель. Похожие с мира нашли людей из бастиона, о которых упоминал Гальвик. Крыша заставы кажется безлюдной, но затем вы замечаете стройную фигуру в изношенном халате, прячущуюся за сломанным столом. Это Джейкоб, старый писец в городской страже. Вы слышите, как он отчаянно рыдает, когда приближаетесь. В обрывках он рассказывает о резне. Похожие с мира выследили солдат на заставе. Наконец они ворвались внутрь, грабя и убивая, и уходя заблокировали выход. Но что здесь делает Джейкоб? Джейкоб, наконец, заметил ваше присутствие, но он дрожит и кричит от ужаса. Вы должны прекратить это прямо сейчас, если он привлечет внимание из миров. Вы сами понимаете, хорошо нам не будет. Давайте попробуем успокоить. Вы делаете все возможное, чтобы успокоить, изо всех сил стараясь старому писцу понять, что вы не враг. Через некоторое время это сработало. Джейкоб перестает кричать и, наконец, кажется, понимает. Ты из замка? Отведи туда меня, умоляю. В замке нет места трусам. Слушайте, а вам не кажется, что это было бы ошибкой с моей стороны брать еще одного дядю? Потому что иначе мы просто не сможем себя прокормить. Нам на троих сейчас самое то. Я думаю, что, к сожалению, нет места. Вы не можете доверять этому человеку. Он не сломлен. Он уже сломлен и будет только обузой в замке. Это тяжело, но вы должны отказаться. Даже в темноте вы видите последнюю искру надежды, умирающую в его глазах. Искру, которая вспыхнула всего лишь мгновение назад. Песец никогда, наконец, сдался. И вы ничего не можете изменить. Ну, слушай, дружище. Я тебя, по крайней мере, нашел. И я так понимаю, что мы нашли вот этот бастион. За дверью есть лестница, ведущая к выходу заставы. Покинуть заставу, вернуться позже. Что значит вернуться позже? А, типа покинуть заставу вниз вы имеете в виду? Очень сложно. А вот это что такое? Это какой-то другой стороны. И вот сюда я прокопаться тоже, черт возьми, не могу. Ну, что я вам могу сказать? Я ничего не залутаю сегодня. А, и ты вдруг побежал? Дружище, ты что, прикалываешься? Слушайте, ну, с одной стороны, грустно, конечно. Дядьку не взяли. С другой стороны, ну, надо как бы знать меру. Это как раз игра про моральный выбор. Тот самый, который мы любим по Фростпанку. И здесь реально нету вариантов его сейчас забирать. Я прекрасно понимаю, что по еде у нас голяк. И я, наверное, думаю, что мы сейчас просто били лута. Ну, как без лута. Вот это приятно. Но все же мы уходим в замок. Потому что, к сожалению, сейчас больше вариантов других у нас нет. Да, мы хотим вернуться. И я думаю, что эту серию на этом мы будем завершать. Но посмотрим перед этим, что тут происходит. Человек перед вами сам капитан. Эрмунд. Командир бастиона. Он грустно улыбается. Морис в плохой форме. Он объясняет, насколько она была близка к Гальвику, своему бывшему наставнику. Неважно, бой продолжается. И я хотел увидеть своими глазами героев, которые поддерживают жизнь моих солдат. И убедиться, что вы правильно расставляете приоритеты. Короче говоря, капитан объясняет, что вы должны сделать все возможное, чтобы улучшить шансы солдат. Один из способов создать для них лучшее оружие. Более рискованный способ предоставить тяжелое снаряжение, такое как требушет. Однако создание такого орудия потребует огромных усилий, как и его обслуживание. Ясно одно. У нас нет времени и ресурсов, чтобы сделать и то, и другое. Капитан предупреждает вас. Еда и вода становятся серьезной проблемой. Солдаты слабеют от нехватки пайков. Что хорошего в мече, когда нет сил его поднять? Вы хорошо держались? Так держать, говорит капитан, уходя. Но не расслабляйтесь. Худшее еще впереди. Враги знают, что время против них. Они устроят здесь настоящий ад, чтобы сломить нас до прибытия помощи. Это действительно мрачное предупреждение. Прелюдия окончена. Настоящая битва начинается. Ну, ночь была спокойной, но тем не менее мы понимаем, что все-таки у нас теперь огромное количество дел. Но есть и хорошие новости. У нас много воды, мы сможем их напоить. Надеюсь, что все-таки мы сможем что-то сделать по еде. У нас уже готово какое-то оружие. Доспехи мы подготовим. Дадим мечи, поэтому сила будет увеличиваться. Благо, что раненых нету. И поэтому все в этом плане хорошо. В следующей серии нам нужно будет все-таки каким-то образом попасть в этот гребаный ремесленный район. Либо пытаться попадать в какие-то другие районы и набирать ресурсы для строительства. Нам очень нужно много зданий. Таких как сборщик воды. Нам нужно обязательно делать грядки. А для этого, как вы понимаете, нужны ресурсы. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И пока-пока.